Всем привет, с вами Катрукодельница. Сегодня мы будем вязать просторный пулловер спицами. Вяжется он простой лицевой гладью, причем он имеет удлиненную линию реглана и реглан выполняем снизу вверх. Для вязания нам необходимо будет определить сначала плотность, у меня в одном сантиметре две петельки и два с половиной ряда. Вяжем реглан снизу вверх, причем достаточно необычно. Сначала вяжем перед и спинку и потом набираем необходимые петли для рукава, а сам рукав уже надвязываем в последнюю очередь. Регланы у бабочки выполнены с помощью ажурной дорожки. Следующие мерки мы снимаем это обхват бедер 20 сантиметров на свободное прилегание. Для расчета реглана это расстояние от линии плеча до локтевого сгиба, это вот это расстояние, то есть мы сгибаем руку и замеряем. Затем обхват локтя, то есть обхват в области локтя нашей руки у меня 22 сантиметра еще 8 на свободное прилегание. И ширина горловины это как расстояние между ключицами, в основном она у любых размеров не сильно варьируется, это примерно 30-35 сантиметров. Начинаем мы вязание пуловера снизу, то есть берем наш обхват бедер, переводим в петли, умножаем на 2 петли и получаем, что 224 петли это будет у меня ширина пуловера, то есть ширина и переда и спинки. Выполняем мы все без швов, единым полотном. Начинаем мы с вязания резиночки и здесь у меня на резиночке имеются разрезы, то есть я сначала отдельно вяжу резиночку переда, затем вяжу резиночку спинки и затем уже объединяю все на общие спицы. То есть вот у меня 224 петли это общая спинка и перед я делю пополам, получаю 112 петель на спинку и на перед. Плюс еще кромочные петельки, то есть всего я набрала 114 петель, связала несколько рядов резиночки для спинки, для переда и затем все объединяю на общие спицы. И таким образом я вяжу до регланных убавок единым полотном без прибавления и убавления. Всего я вязала 30 сантиметров. Затем мы приступаем к расчету реглана. Обхват локтя будет соответствовать обхвату рукава. 30 сантиметров у меня получился, мы вычитаем подрез. Подрез тоже большой не нужно брать, 3 сантиметров, максимум 5 если у вас большой размер. Вычитаем подрез, получаем 27 сантиметров у нас должно уйти на рукав. Переводим в петельки, я умножаю на 2 петли, получаю 54 петли будет ширина рукава в области локтя. То есть, когда я довязала до начала регланных линий, я для рукавов набираю 54 петли с одной стороны и со второй. Затем буду уже выполнять регланные убавки. Ширина рукава в области горловины я также взяла 3 сантиметра. Максимум можно 3-5 сантиметров. Я беру 3, перевожу в петельки, на 2 петли домножаю, исходя из плотности вязания получаю 6 петель. То есть, рукав в области локтя у меня 54 петли должен превратиться в 6 петель. 54 минус 6 получается, что 48 петель я должна убавить за регланной линией. За ряд я убавляю 2 петельки, то есть это на рукаве со стороны переда, а затем со стороны спинки. Поэтому мы 48 делим пополам, получается, что 24 ряда с убавками у меня получится. Затем берем расстояние от линии плеча до локтевого сгиба, переводим в ряды, то есть я умножаю на 2,5. Получаю 70 рядов, это высота реглана. Затем я 70 делю на 24, получаю примерно 3, то есть убавки у меня идут в каждом третьем ряду. Затем мы делаем для себя небольшую проверку нашего расчета. То есть убавляя 48 петель в каждом третьем ряду мы должны выйти на нужный нам охват горловины 30-35 сантиметров. Для этого я беру наши петли, которые мы брали изначально, 224 петли. Вычитаю подрезы, подрез 3 сантиметра мы брали, переводим в петельки умножив на 2, получается 6 петель 1 подрез, 6 петель 2 подрез. 54 петли мы набирали для рукава вот это место, то есть это один рукав и второй, и затем мы производили убавки. То есть 48 петель мы убавили у одного рукава, у второго рукава и параллельно конечно же убавления шли со стороны переда и со стороны спинки. И всего осталось у меня 128 петель на горловину, то есть когда я выполняю все убавочки у меня должно остаться 128 петель на горловину. Я перевожу петли в сантиметры, то есть делю на 2. Получаю 64 сантиметра будет обхват горловины, когда я провяжу все линии. 64 это обхват, то есть и перед и спинка я делю пополам, чтобы определить ширину получается 32 сантиметра. То есть как раз в нужную я горловину себе попаду. Затем, когда у нас пуловер уже связан до такого состояния, мы начинаем подвязывать снизу рукава. И нам будет необходимо с вами поделиться злиной рукава и с убавками на рукаве. То есть для этого мы примеряем наш пуловер и при помощи сантиметровой ленты измеряем, докуда будет наш рукавчик. Я делала рукав три четверти, у меня получилось, что мне нужно довязать еще 21 сантиметр. Дальше я перевяжу наш 21 сантиметр в ряды, то есть умножаю на 2,5 все исходя из плотности. Получаю, что примерно 53 ряда и будет длина моего рукавчика от регланной линии и до самого края, включая резинку. Резиночка у меня в конце 6 рядов, на ней мы убавки вязать не будем, поэтому мы ее должны вычесть. То есть мы от 53 рядов отнимаем 6 рядов резинки, остается у меня 47 рядов. Это длина рукава, на протяжении которой я буду должна вывязать убавление. Затем мы определяем обхват нижнего края рукава, то есть я определилась, что у меня вот здесь рука в три четверти заканчивается и я в этом месте определяю обхват слоей руки. У меня 19 сантиметров, 6 добавляю на свободное прилегание, получаю 25 сантиметров, это обхват нижнего края рукава, то есть вот этого. Переводим опять же в петельки, исходя из нашей плотности, я умножаю на 2, получаю 50 петель, обхват рукава снизу. Теперь посчитаем петельки, которые у нас вот здесь, то есть мы набрали с вами 54 петельки для рукава. Ну плюс у нас еще подрез, мы его вот здесь вот вычли, это 6 петель 3 сантиметра, то есть мы умножили на 2, получили 6 петель, то есть 54 плюс 6. И еще вот эту одну петлю я добавила, она всегда образуется, когда мы используем открытый набор петель при помощи воздушной цепочки. То есть всего у меня получается 61 петля вот здесь вот на обхват рукава в области локтя. А должна я выйти на обхват рукава 50 петель, то есть я 61 минус 50, получая 11 петель я должна буду убавить на рукаве. Убавлять я также буду по 2 петли за ряд, то есть мы 11 делим на 2 и получаем примерно 5 убавочных рядов у нас будет. Всего длина рукава у меня 47 рядов, я 47 делю на 5, получаю примерно 8, то есть убавки идут в каждом восьмом ряду. Все, теперь можно приступить к вязанию. Вязание начнем с резиночки. Набирать петли мы будем эластичным способом, дополнительной нитью. Как делать такой набор на моем канале уже есть видео, ссылка будет в описании. Поэтому набору петель необходимо набирать в 2 раза меньше, то есть мне нужно набрать 112 петель, а я буду набирать 56 плюс еще 2 кромочные петли, то есть набираем всего 58 петель. Произвожу набор я на спицы размером 4,5. После того, как петли набраны и провязаны 4 ряда полой резинки, если вы не поняли откуда взялась полая резиночка, то обязательно посмотрите ролик по набору петель, ссылка на него будет в описании. Дальше мы свяжем еще 6 рядов резинки 1х1 спицами 5. Я уже связала 6 рядов резиночки 1х1. Теперь мы вяжем точно такую же еще одну резинку. И затем будем обе резиночки одевать на круговые спицы и вязать уже дальше все вместе, единым полотном до регланных линий лицевой гладью. Когда мы все распределим на одни спицы, нам нужно будет избавиться от кромочных петель. Избавляться от них будем следующим образом. Кромочные мы меняем местами, то есть кромочную у одной резиночки. Меняем местами с кромочной у второй резинки. Затем эту кромочную мы свяжем с этой петлей вместе. Вяжем лицевой и две вместе. И следующую кромочную, которую у нас от той резиночки, мы также свяжем вместе с последующей петлей. Вот так вот их повернем, чтобы бабочка красивее легла у нас. Вот таким образом мы избавились от лишних кромочных петель. И закрепили вот этот разрезик, он будет разъезжаться благодаря тому, что мы поменяли местами наши кромочные. То есть с другого угла точно так же мы поступаем с кромочными петлями. Провязываем их по две вместе с ближайшей петлей. И продолжаем дальше вязать лицевой гладью без убавлений и прибавлений до регланных линий. Лицевую гладь вяжем также спицами 5 мм. Я уже провязала спинку перед и спинку на необходимую длину. Теперь начнем с того, что на дополнительные спицы спустим петли, которые идут на подрез. Это 6 петель согласно наших расчетов. И точно так же отложим 6 петель на дополнительную спицу и с другой стороны. После того, как мы уже отложили петли для подреза, нам необходимо набрать петли для рукава, которые мы рассчитали. Для этого сначала мы набираем цепочку из воздушных петель. Количество воздушных петель должно быть равно количеству петель, которых нам нужно набрать на рукав. При помощи крючка мы будем набирать петли. Подхватывать будем не саму косичку, а перетяжку с обратной стороны. Затягиваем туда рабочую нить и набор ведем на спицы на размер больше, чем наши спицы. Я вязала спицами 5 мм, буду набирать петли на спицах 5,5 мм. Вводим крючок под перетяжку, захватываем рабочую нить и надеваем на спицы. Таким образом набираем петли. Согласно моим расчетам мне нужно набрать 54 петли. После того, как все петли набраны, переодеваем их на основные спицы. Точно так же сделаем и для второго рукава. После того, как петельки для обоих рукавов набраны, начнем формирование регланных линий. Регланную линию будем оформлять ажурной дорожкой. Для этого не довязываем 3 петли до петли рукава. Я делаю накид и сейчас эти 3 петли мы должны будем провязать вместе лицевой с центральной петлей. Для этого мы первую и вторую петлю меняем местами. Теперь вяжем их все 3 вместе лицевой. Дальше опять делаем накид и продолжаем вязать петли рукава. Таким образом будем оформлять каждую регланную линию. А в следующем ряду наши накиды и петля, которая провязана вместе, вяжем лицевыми. То есть раппорт узора чередуется накид, 3 вместе накид, а в следующем ряду все петли просто лицевыми. Затем опять будем накид, 3 вместе накид вязать. Таким образом мы сейчас должны будем провязать 2 ряда, а начиная с 3 ряда будем вязать убавки. Я уже провязала 2 ряда. Вот моя регланная линия. Так она выглядит. И теперь по нашим расчетам в каждом третьем ряду мы будем делать регланные убавления. Сейчас мы начнем делать убавления. Как вы уже заметили, наша регланная линия занимает 3 петельки. И вот эти 3 петельки мои, она идет от накида, 3 вместе и накида. И вот эти 2 петли, которые перед регланной линией, мы сейчас провяжем вместе лицевой с наклоном в правую сторону. Дальше идет сама регланная линия, то есть это накид, затем 3 петли вместе. При этом нужно первую и вторую петлю поменять местами. Затем опять накид и дальше идет убавка со стороны рукава. Со стороны рукава убавку вяжем с наклоном в левую сторону. Таким образом провязываем возле каждой регланной линии. Убавки будут в каждом третьем ряду. Убавка со стороны рукавов, наклон у регланных убавочек должен быть в сторону к середине рукава. А если убавки у нас на спинке или на переде, то наклон должен быть к середине спинки или переда. Таким образом вяжем регланные убавки, пока петли рукавов не убавятся и не останется всего 6 петель. Но так как нам необходимо сформировать еще раз ток, мы остановим регланные убавки чуть раньше, когда на рукавах останется 10 петель. Я уже практически выполнила регланную убавку. До конца мне осталось еще выполнить 4 ряда и на этих 4 рядах мы с вами сформируем росток. На рукаве у меня осталось 10 петель. Так как у нас всего 4 ряда на формирование ростка, мы берем 4 маркера. Два вешаем с одной стороны и два с другой стороны. Посмотрите, как я разместила маркеры. Один маркер по центру рукавчика, а один маркер спереди. От регланной линии я отступила 5 петелек. И то же самое с другой стороны. Сейчас я начну формировать росток, то есть буду вязать не в круговую поворотными рядами. Сейчас я вяжу ряд до этого маркера синего, который находится спереди. Я довязала ряд до синего маркера. При этом все регланные убавки я также соблюдала. На рукаве у меня уже осталось не 10, а 8 всего петель. Теперь разворачиваем вязание и будем вязать в обратном направлении. Петли будут изнаночные. Свяжем ряд до зеленого маркера, который находится спереди. Я делаю на правую спицу накид и начинаю вязать ряд в обратном направлении. Я довязала до зеленого маркера, который находится спереди. Теперь буду вязать ряд в обратном направлении. Делаю на правую спицу накид и начинаю вязать ряд лицевыми. Получается до синего маркера, который находится на рукаве. Рисунок регланных линий соблюдаем. Я довязала до синего маркера, который находится в центре рукава. Разворачиваем вязание, делаем накид на правую спицу и вяжем до зеленого маркера, который находится на рукаве. Обратите внимание, в этом ряду у меня будут регланные убавки, провязанные в изнаночном. Не забываем вязать регланные убавки. Я довязала до зеленого маркера, который находится на рукаве. У нас рукавчик составляет 7 петель за счет того, что мы одну регланную убавку выпустили, когда вязали укороченные ряды только до средины рукава. Сейчас будем вязать один сглаживающий ряд, в котором избавимся от лишних накидов, которые мы сделали при повороте рядов. Также в этом сглаживающем ряду я провяжу спереди на регланных линиях убавки, которые мы выпустили, чтобы рукавчик довести к 6 петелькам. Я довязала до зеленого маркера на рукаве, делаю на спицу накид и продолжаю вязать ряд лицевыми до этого же маркера. При этом будем избавляться от лишних накидов. Рисунок продолжаем соблюдать. Вяжем до первого накида. Я довязала до первого накида перед синим маркером. Маркер уберем. Чтобы не было этого отверстия, накид и петельку поменяем местами. Накид лучше сделать скрещенным. Вот эти вот так мы поменяли местами. Теперь вяжем их петельку и накид вместе лицевой. Перед следующим синим маркером точно также провяжем накид и петельку 2 вместе. А перед зелеными маркерами будем вязать чуть по-другому. Дальше я уже покажу. Сейчас мы не забываем спереди реглана провязать убавку, которую мы упустили, вывязывая росток. Смотрите, вот у меня накид, который мы делали перед зеленым маркером. Сейчас маркер мы уберем. Его мы вяжем уже местами ни с чем не меняем, а вот петля, которая перед ним, Накид при этом лучше сделать скрещенным. Повернем и вместе с петлей вяжем вместе. И дальше уже опять лицевыми. Также не забываем про регланные убавки спереди. Перед вторым зеленым маркером точно также избавимся от накида. Я уже закончила сглаживающий ряд, избавилась от всех накидов. Вот наш рукав, он составляет 6 петель. Росток готов. Благодаря этому вырез спереди стал более глубокий, чем сзади. Теперь мы свяжем еще 6 рядов резинки 1х1. Я уже выполнила 6 рядов резинки 1х1. Резинку я закрыла иглой. Как закрывается иглой резинка 1х1 на моем канале уже есть видео. Ссылка будет в описании. Теперь мы приступим к вязанию рукавов. Вязать рукав мы будем на носочных спицах. Сейчас мы поднимем все петельки. Перетяжки, которые имеются на воздушной цепочке, мы должны будем поддеть при помощи спицы. Первую петельку поднимаем накид от регланной линии. Затем все перетяжки одеваем на спицу. Таким образом соберем все петли. Я надела все наши петельки на спицы, в том числе петли подреза. Всего у меня получилось на рукав 61 петелька. Теперь мы нашу цепочку воздушную должны будем распустить. То есть просто тянем ее и она распускается. Я уже распустила нашу воздушную цепочку и теперь мы приступаем непосредственно к вязанию рукава. Начало ряда у нас будет на серединке подреза. Сейчас я согласно с расчетом моих убавочек должна связать 7 рядов лицевой глади, а потом приступить к убавлению. Подсоединяем рабочую нить и вяжем 7 рядов без убавления. Первый ряд лучше отметить маркером, чтобы потом было удобнее ввести расчет балок. Я уже связала 7 рядов лицевой глади и согласно моим расчетам в восьмом ряду я должна провязать убавление рукава. Чтобы убавления были на одном уровне, я буду провязывать одну убавочку в конце седьмого ряда, одну уже в начале восьмого. Обратите внимание, я не довязала до конца седьмого ряда 3 петли и сейчас провяжу убавление с наклоном в левую сторону. Затем 1 лицевая и теперь вяжем второе убавление. Сначала провяжем одну петлю лицевой и затем будем вязать убавочку уже с наклоном в правую сторону. Дальше уже вяжем ряд до конца и таким образом будем вязать такие убавления в каждом восьмом ряду. Всего мне будет необходимо провязать убавления 5 раз через каждые 7 рядов. Я выполнила уже все 5 убавлений на рукаве. Этот маркер у меня обозначает начало рукавчика и вот мои 5 убавлений. После последнего убавления я провязала 7 рядов и сейчас на спицах у меня 51 петелька. Я буду вязать манжет резиночкой 1 на 1 6 рядов. Количество петель для резиночки 1 на 1 должно быть четным. Поэтому мне одну петельку будет необходимо сократить. То есть я сейчас начинаю вязать резиночку и первые 2 петельки просто провяжу вместе. Дальше уже продолжу вязать обычную резиночку 1 на 1 в течение 6 рядов. Я уже выполнила резиночку 1 на 1, все петельки закрыла иглой точно так же как на горловине. Теперь мы в точности также выполняем и второй рукав. Я выполнила второй рукав. На этом мой мастер-класс окончен. Если вам понравилось обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. На этом у меня все. Всем пока-пока!